Здравствуйте, меня зовут Юлия Тадеуш. Я приветствую вас на канале Про Цветок. И сегодня мы будем говорить о розах. Сейчас у нас октябрь месяц. Вообще, на самом деле, удивительный октябрь месяц. Никогда, я вот не помню на моей памяти, не было такого, чтобы не было ни одних еще заморозков в саду в октябре месяце. За счет этого розы себя отлично чувствуют пока, хотя, конечно, видно по их состоянию, что к зиме они уже готовятся. Но они прекрасно цветут, цветки не побитые, причем даже заморозками. И на самом деле это чудесно и позволяет, дает нам время для того, чтобы мы смогли заняться нашими розами и сделать с ними все мероприятия, которые, в принципе, необходимы для подготовки к зимовке. Я уже начала обрывать листья на розах, хоть и погода хорошая. Как я это делаю? Я это делаю всегда снизу куста, потому что вверху еще листья у нас хорошие, которые дают питание кусту и помогают вызревать побегом. Но внизу уже листья не очень продуктивные, поэтому я их просто обрываю, вот начиная снизу. Убираю уже все, если какие-то есть осыпавшиеся, и подчищаю кусты, начиная с нижней части. Если у вас сад небольшой, то вы вполне можете успеть это сделать буквально за какие-то одни выходные. Часть кустов, которые обрезаются под укрытие, часть обрывается листвы. То есть вам нет необходимости растягивать все это удовольствие так, как мне. Что я должна сделать еще до того, как наступит устойчивая минусовая температура? Я должна пригнуть все розы. Это самое главное, потому что как только пойдут заморозки, розы будут уже намного хуже пригибаться. Они будут выламываться, поэтому сделать это нужно заранее. А укрывать мы уже будем в зависимости от погоды, когда наступят минусовые температуры. Сейчас вы видите, розы у нас цветут. Какие еще процедуры необходимо делать? Вот мы здесь видим на этих побегах дальних, что здесь у нас уже какие-то признаки серой гнили. То есть это на самом деле ботритесь, но он просто от того, это не значит, что роза болеет. А это процесс естественный сгнивания отсветших цветков. Мы сейчас уже осенью розы не обрезаем, но мы должны удалять вот эти вот все как бы листики, которые отсвели. Для чего? Для того, чтобы просто эта серая гниль не пошла у нас распространяться на куст. Поэтому вот эти все вещи, конечно же, нужно убирать и не оставлять, чтобы у нас был куст достаточно чистый. По поводу наших подкормок. Розы мы кормим калийно-фосфорными удобрениями. И как это нужно делать? Если у вас достаточно сухо, то надо обязательно эти удобрения растворить, либо рассыпать и полить. Это в обязательном порядке. Подкармливаю я 30 грамм на средний куст, средний и небольшой куст. И больше сделаю, там, грамм до 60 под большой вот такой вот куст. После подкормки необходимо сделать рыхление для того, чтобы как бы побыстрее наши удобрения впитались. И полить это все. Что касается еще каких вообще процедур я буду делать под осенью, я, например, этой осенью хочу свои розы, свои розарии замульчировать перепревшим конским навозом. Для того, чтобы весной стало сразу же, как только начнет таять снег, это удобрение начало работать. И мне не пришлось эту процедуру делать весной. Когда я это буду делать? Я буду делать это тогда, когда земля уже схватится. То есть это перед самым укрытием произойдет. Потому что сейчас еще рано, удобрение может начать работать раньше времени. Но перед самым укрытием это вполне можно сделать. Это нельзя делать, нежелательно, конечно. Сейчас мы уже не используем куриный помет, сейчас мы не используем коровий навоз. Но как раз-таки конский перепревший очень хорошо работает. И многие розоводы, кто знает этот прием, пользуются этим. Именно осенью перед укрытием замульчировать наши розарии вот таким вот удобрением. Очень хорошая вещь. Кроме всего прочего, я постоянно говорю, у меня достаточно сырой такой участок. Поэтому перед укрытием я еще дополнительно просыпаю для того, чтобы весной не было снежной плесени. Когда вот бывает, что снимаешь укрытие, и есть такой белый налет в нижней части побегов на земле. Это если стояло много воды, если было сильное, много очень снега. И в итоге появляется под укрытиями вот эта снежная плесень. Даже несмотря на то, что сейчас мы укрываем практически все дышащими укрытиями с панбондом. Но даже под ним бывает снежная плесень. Чтобы на влажных участках. Чтобы этого не произошло, я дополнительно еще мульчирую основание кустов смесью песка и обычной золы, которая у меня там образуется в печке, в мангале, неважно. И вот этой смесью очень хорошо опудривать нижнюю часть кустов и землю вокруг них. Для того, чтобы не было серой гнили, для того, чтобы не было снежной плесени вот этой. Розы осенью, как или иначе, все равно нуждаются в обработке. Делать это можно двумя способами. Мы можем обработать розы уже, опять же, перед самым укрытием по побегам. Это мы обрабатываем железным, либо медным купоросом. То есть, либо вообще медисодержащими более современными. Хом, оксихом мы можем использовать препараты. Но вот стоит такая теплая погода, и верхняя часть у меня листьев еще растет. Побеги еще там возревают у нас. Поэтому я могу, в принципе, еще использовать обработку препаратов, которыми можно обрабатывать до 10 градусов тепла. Сегодня у нас вообще прекрасная погода, 16 градусов. Поэтому этот препарат еще вполне будет работать. И я могу по листьям еще обработать дополнительно какими-то препаратами. Как, например, фалькон я могу использовать. Можно использовать ордан. Но это для того, чтобы грибковые какие-то болезни, которые были, чтобы мы гриб перед зимой окончательно убили. Кроме того, что мы собираем всю листву. А здесь вот на кусте, вы у меня видите, еще вот такие вот очень часто возникают вообще вопросы. Что вот делать вот такого красного цвета? Растут молодые побеги. Ну, в данном случае у меня это вот, видите, здесь обрезался побег и пошел расти новый. Иногда это бывает зимой растет из земли. Иногда их называют жирующими, такие побеги. На самом деле, вот непонятно, что с ним делать, с этим побегом, перезимует он или нет. Я могу сказать, что в таком состоянии он, конечно, как сейчас, он не перезимует. Но пока я с ним ничего не делаю. Все, что мне вот сейчас можно сделать, это прищипнуть вот эту вот точку роста его, макушку отщипнуть. Для чего? Для того, чтобы он остановил свой рост и побег начал вызревать. И вот то, что мы сейчас еще дополнительно подкормим, как раз-таки это будет способствовать при такой температуре продолжающейся, а у нас пока минусовых температур не передают, этот побег еще вполне может вызреть. Если же эти побеги не успевают вызреть, то, в принципе, то есть я его сейчас оставляю. Но при первых же заморозках нам будет уже понятно, перезимует ли этот побег. Достаточно ли он хорошо вызрел. После заморозков, если он плохо вызрел, вы увидите, как этот побег станет мягким. И он на срезе будет такой не светло-зелененький, а станет таким мутновато-коричневатым. Поэтому надо будет тогда его взять и обрезать до здоровой древесины. Потому что понятно будет вам, что он уже не перезимует. Но пока при данных температурах, которые у нас сейчас стоят в октябре месяце, я его не трогаю и даю ему возможность вызреть. Единственное, что я делаю, это прищипываю его кончик, чтобы он перестал расти и начал вызревать. Я перед укрутием свои розы, надо это отметить, не окучиваю. Вообще, по поводу окучивания, очень много споров среди розоводов. Кто-то окучивает, кто-то нет. Но я убеждена в одном. Неважно, окучиваете вы или нет. Это может быть на ваших грунтах, в ваших условиях конкретных, в вашем микроклимате, вашего участка. Этот прием может работать. Но работает он только тогда, если вы окучиваете сухим материалом. Это обязательно, то есть там, это может быть компост, это может быть песок, это может быть грунт, если у вас есть где-то. То есть люди, если берут, землей окучивают, да. Но делать это нужно исключительно с сухим грунтом. То есть вам нужно его тогда заранее запасти, накрыть, допустим, целлофаном, чтобы он у вас был не мерзлый и не мокрый. Потому что нет ничего хуже мокрой окучки. В мокрой окучке розы всегда становятся черными именно под самой окучкой. И работает она только таким образом. Более того, я знаю, что розоводы, которые все-таки окучивают розы, они еще дополнительно сверху накрывают целлофаном. Если, допустим, осень, ну как бы такая дождливая, а они еще не укрыли розы, то сначала укрывают целлофаном. Даже оставляют иногда это под основным укрытием, только не прижимают его до земли. Но сохраняя таким образом окучку сухой, только тогда нам удается добиваться положительных результатов. Вот здесь у меня штамбовая роза, на которой привита эксельса. Вот она такая, видите, уже очень старый штамб. Вот он такой толстый, как настоящее дерево. И штамбы я пригибаю гораздо раньше, чем остальные розы. То есть укрываю гораздо раньше, потому что вот эта вот самая нежная часть, если у остальных роз они переживут и заморозки, и все. Потому что у них прививка в земле, то, конечно же, вот здесь вот может пострадать роза. Я уже сегодня, несмотря на теплую погоду, отвяжу этот штамб и немножечко его покачаю. То есть я его, понятно, что вы видите по деревцу, я его сразу не уложу. Но я его немножечко начну раскачивать и постепенно, чтобы он принимал более горизонтальное положение. Вообще, в принципе, с пригибанием штамбов здесь есть как бы свои какие-то определенные правила. Во-первых, каждый год их нужно гнуть в одну и ту же сторону, потому что растение, оно пытается приспособиться под те манипуляции, которые мы с ними делаем. И у него и корни, вот если сейчас я начну гнуть, то есть я точно знаю, уже не первый год пригибая эту розу, вот этому штамбу уже, наверное, лет 12. Я точно знаю, что вот с этой стороны у него даже не растут корни, у него все корни растут в ту сторону. И это позволяет вот нижнюю пятку, вы помните, да, иногда вот говорят, что штамб, он выгибается дугой, мы там ищем как бы как вот его пригнуть. Но этот штамб уже в таком возрасте дугой никак не пригнется. Поэтому он ложится ровно прямо, но пятка у него, нижняя часть, она немножко приподнимается. Я ее даже, она даже бывает у меня выходит из грунта, я ее присыпаю дополнительно землей, чтобы она не пострадала. Из своего собственного опыта, вот даю тоже рекомендацию, опять же, я сама когда-то говорила, что штамп укрывать совсем не обязательно. Была молодая глупая. Понятно, что это шиповник и, конечно же, в принципе, это морозоустойчивое растение, оно нормально само по себе зимует, но все-таки в штамбовой розе, теперь я убеждена, хотя бы один слой мы должны накидывать и на сам штамп. То есть я укрою, конечно же, основательно макушку, причем укрываю я штамбовые розы даже не двумя слоями спонбонда, я делаю несколько слоев, там доходит даже четыре может быть слоя. И потом дополнительно последним слоем накрываю уже вообще полностью весь штамп. И вот тоже, когда мы говорим об укрытии, надо помнить, что чем шире мы вообще накроем, то есть самое главное это накрытие грунт вокруг наших кустов. Вот почему всегда говорят, одиночные кусты зимуют все хуже. Всегда, если кто давно уже наблюдает за розами, очень часто крайние розы страдают больше. И мы когда открываем, оказывается, что они хуже перезимовали, потому что они с краю и возможно мы мало захватили земли. Поэтому крайние розы нужно спонбон закладывать с каким-то запасом, захватывая кусок цветника, кусок грунта вокруг них. И то же самое, вот и штамповую розу, то есть я не накрываю ее маленькой такой, хотя понятно, что этот конкретно штамп невозможно маленьким укрыть. Но у меня есть и другие, которых шапка поменьше, и я не буду делать там совсем маленькое такое укрытие. Я все равно накрою достаточно большую площадь земли, потому что основное свойство все-таки спонбонда, он выравнивает температуру, не дает земле быстро остывать. Ну и в принципе, в общем-то, поэтому там у нас происходит вот эта вот вся эта зимовка хорошая, благополучная, которую мы наблюдаем, укрывая розы современными способами. Отдельно, наверное, надо отметить по поводу вообще полива растений. В каких-то участках, как вот у меня, поливать дополнительно необходимости нет. Опять же, если стоит дождливая погода, тоже в поливе нет необходимости. Но если у вас сухо, если у вас там, допустим, пески, если стоит сухая погода, вообще осадков нет, то, конечно же, перед зимой, только не надо это делать перед самым укрытием. Это вот, допустим, вот как сейчас стоит, и погода неплохая, розы все-таки не надо полить, потому что, ну, с такими пересушенными они тоже в зиму не должны уходить. И излишки влаги влияют плохо на перезимовку, потому что мы знаем, что когда у нас прямо очень обильные дожди и осадки, то, конечно же, происходит то самое растрескивание, розы слишком много напитываются влаги. Вот опять же, тогда рекомендуется ставить какие-то от дождя даже укрытия временные, потому что вот именно весной получается тот самый эффект, когда мы открываем розы, а у нас идут трещины по всем побегам. Это и есть разрыв коры от излишне влажных побегов, излишне наполненных влагой побегов. На этом все, я с вами прощаюсь, удачи вам, хорошей вам зимовки, готовьте наших любимцев к зиме. И пускай они все удачно перезимуют. До свидания.